Еще мнение? Можно я начну, что ребенок является заложником социума, заложником семьи прежде всего, двора, в котором он живет, школы, в которой он учится. И дальше это вопрос к родителям. Какой они сами жить живут, какая у них семья, в каком доме они живут. То есть тут невозможно. Человек является несвободным в этом смысле. Он рождается. Другое дело, что где бы он ни родился, в какой бы среде бы он ни воспитывался, он в состоянии, если у него есть внутреннее призвание к чему-то высокому, он это преодолеет. Ну а так его, конечно, засосет и разотрет. Когда я справляю речевые ошибки своих друзей, они часто мне отвечают так. Ну ты же понимаешь, что я имею в виду? Вот как им объяснить, что нужно говорить грамотно? Объяснять надо. Надо просто, чтобы все вокруг говорили грамотно. Человек сам начнет приближаться к этому. Но, к сожалению, мы с вами здесь ничего не сделаем. Среда все-таки формирует больше, чем наше с вами желание. Сколько бы мы телевизионных передач, газетных статей, книг, поэма или, так сказать, иных пожеланий не высказывались, все равно среда будет определять. Понимаете, когда вы на дискотеке или как там показывали бар, дискотека, еще какие-то вечеринки, там Пушкин не пройдет ни под какие-то ситуации, к сожалению. А дебатеры наши тоже считают, что мы бессильны? Можно не брать Пушкина, но ведь можно назвать ночной клуб ночным клубом, а не клубешником, правильно? Это да. Соответственно, да, это не язык Пушкина, возможно, но это современный мир молодежи, и ночной клуб имеет свое название, его не обязательно переформировать. И таких примеров масса, на самом деле. Это сокращение в себе угоду, я скажу покороче, мне так будет легче, зачем тогда? А у меня вопрос личный. А вы не слышите в этом еще и отношение к самому себе ходящему в этот клуб? Человек имеет на него право, он может себя немножечко опускать. Нет, я слышу стадное чувство, когда человек идет за всеми себе подобными и говорит клубешник, потому что так говорят, вы модные хорошие друзья. А если ты сама говоришь, что так говорит молодежь, да, мы адаптируемся, да, к новому, к чему-то новому и посредствам языка тоже. Ну, Маш, я тоже молодежь, но когда хочу в ночной клуб, я говорю, пойдем в ночной клуб, а не в клубешник. Мне несложно лишние четыре буквы сказать. Может быть, ты просто этого не замечаешь? Нет, я это замечаю. У меня к вам такой вопрос. А как вы думаете, каким негативным последствиям может привести неграмотная речь русского народа? Ну, если честно, то это определенное вырождение. Это вырождение людей и вырождение человечества. Кстати, на эту тему много было полуфантастических различных произведений. И в одном из произведений, я помню, где-то я читал, что как будет вырождаться человечество. Вырождаться будет путем потери своего языка и своей речи, потому что вы теряете, понимаете, образность мысли. У вас это не... Ну да, появляется образность. Надо клубешник. Вот если вы мне скажете клубешник или что-то, я сначала должен буду долго подумать сначала. Так, что такое клубешник? Ага, наверное, это клуб или, так сказать, не клубок же это. Там, предположим, ну и так далее, и тому подобное. То есть, конечно, я начинаю мыслить, но мысли-то я начинаю не, так скажем, не вот в прямом хорошем отношении, а я возвращаюсь туда, вот мне к неандертальцам, когда они у-у-у-у там передавали. Чем больше, так сказать, длиннее у, тем, значит, что-то там получится по-другому. Виталий, как вы думаете, мы не перестанем друг друга понимать? Я специально вот на этот клубешник еще раз вернусь, смотрите, ведь когда говорит, я пойду в клубешник. Чем занимаются змеи? Змеи клубятся. Именно есть такое понятие. Они не, ну, их тусовка называется «они клубятся». Это биологический термин. Поэтому ты пошел куда? Ты пошел клубиться в каком-то смысле. Ты пошел в клуб, и ты там извиваешься, и вот эти энергии змеиные, вот эти танцы, ты все привык. И вот это вот отношение, и именно даже подсознательно все равно оно передается, потому что сразу два слова соединяются в одно. Да, это новояз, но он возник, потому что нужно передать новое состояние. И у него нет прямых аналогов в прошлом, понимаете? То есть дискотека 80-х и ночной клуб, допустим, сегодняшний, это не одно и то же. И не то же самое, так сказать, там, в танце в таверне. Это вроде бы одно и то же, но вот эти маленькие отличия, как у Тарантино, герой говорит, понимаете? Их надо как-то отразить, понимаете? Биг-мак, понимаете? Маленькие отличия, которые должны быть отражены в языке. Вот как это делать, это уже вопрос только. Ну, хорошо, это, да, как бы моя позиция по поводу клубешника, я отвечаю вам на вопрос отношения к самому себе. Хорошо, можно постараться и перетерпеть момент, когда мне там приятель говорит, я пойду в клубешник. Ну, для меня, как бы, он туда придет, выпьет, потанцует и уйдет через два часа. Я же скажу, я пошел в ночной клуб. Так, у всех, я думаю, сразу же ассоциативный ряд то, что пришел, барная стойка, столик, потанцевал, барная стойка и поехал домой. Так, посерьезнее просто звучит. И отношение самого к себе, это было, случилось, поправьте меня, если я ошибаюсь, в сентябре, когда можно было говорить уже, ударение ставить куда угодно. Торты, торты, да, все равно. Звонят, звонят, я думаю, по-моему, там тоже это поменяли. У нас опять мнение, Зам? Да, я бы хотел, во-первых, заметить, что звучало слово «тусовка». Тусоваться тоже, это из мест не столь отдаленных, в общем, вся терминология. Я бы хотел сказать, что, в принципе, язык, он действительно выражение культуры. Я хоть и больше за сохранение традиций, но если вот нация, она так все упрощает, вообще в языке достаточно оставить глаголы, на мой взгляд, существительные, и, в принципе, все друг друга поймут. Вообще, то есть какой-то общий смысл технически можно передать. И если наш язык, он все-таки обедняется, да, со временем, как я чувствую, вот, то, в принципе, жить с таким можно багажом слов. Но другой вопрос, который меня больше беспокоит, это принесение совершенно ненужных слов из английского языка в нашу повседневную речь, особенно в менеджерской среде. Я вот опять-таки сказал менеджер. Ну ладно, бог с ним, когда нет русских аналогов, когда нет аналогичных слов. Но когда появляются слова типа драфт, бэкграунд и так далее, и это те же самые вещи, которые можно выразить русским языком, но как будто бы они звучат круче на английском. Вот это меня раздражает. Меня тоже. Петру Первому это расскажите. Нет, если честно, меня это, например, дико раздражает англоязычие. И дело в том, что вы совершенно правильно. Ведь не тогда, когда нужно использовать действительно реально есть слова англоязычные, которые определяют, и они как бы стали уже, ну так скажем, мировым наименованием той или иной функции деятельности человека. А именно для того, чтобы вот предать себе, что ли, такой некий павс. Я думаю, хочу вам сказать, в той же Америке, вы посмотрите, у них чернокожее население говорит на другом английском языке уже. Знаете почему? Потому что они стали сокращать слова, вот так же, как мы с вами, так сказать, от клубешников, долобешников, там, балбешников и прочее, прочее. Они стали сокращать. У них сегодня английский язык у чернокожего населения абсолютно непонятный для белокожего. То есть они как, он сглатывает половину слов. У них уже, так сказать, там, стул это стул, там, это нога это ну, там. Понимаете, я по-русски говорю, а по-английски у них, так сказать, на всё, у них сокращенный вариант. У них речь абсолютно неприемлемая, так сказать, для англоязычных. Они могут говорить по-другому, но они уже ушли в тот первобытный общинный строй, когда уже как можно меньше слов и меньше мыслей. Это страшно. Это деградация населения. После этого и появилась ЕГЭ, единый госэкзамен для идиотов. Вот на этой ноте, на этой ноте, когда все мы поняли, что проблема существует, и она глобальна, давайте перейдем к следующей нашей части программы. Субтитры создавал DimaTorzok